коллеги я вас приветствую сегодня у нас язык c-sharp в частности мы говорим про абстракции хотя абстракции конечно же не связаны только с языком c-sharp но тем не менее мне будет удобнее проще объяснить на его примере объяснить проще потому что у нас сегодня будет практическая часть в отличие от предыдущей части где мы говорили про теорию ну и прежде чем начать я хочу напомнить пару-тройку слайдов которые в общем то как вы видите могут рассказать про то что каким способом можно начинать разработку обычно делается в зависимости от того какая есть информация о предметной области можно начать с абстракции если вы точно знаете как у вас из чего состоит какая-то сущность какой-то класс и какие расширения него потребуется вы реализуете базу вы носите общие свойства и потом по мере необходимости делаете наследование от этого класса и в общем то получается что вас таким образом будет реализована вот это вот абстракция а также можно начать и в обратную сторону то есть если вы допустим мало владеете предметной области но во всяком случае так тоже бывает вы создаете какой-то класс и при необходимости делайте базовые классы выносят туда общие классы общие методы прошу прощения общие методы общие свойства но в общем для того чтобы четко определиться с абстракцией нужно понять чего вы собираетесь обобщать если у вас предметная область голове уложилась и вы понимаете что у вас там будет один базовый класс от него там 15 наследников это один вариант другой вариант что для того чтобы сделать в обратную сторону то есть сначала начать из простых классов а потом сделать абстракции то как минимум вам потребуется там 23 то и больше классов простых которые потом по общему можно как-то скомпоновать в один общий базовый и в общем не по необходимости потом расширять и базовые и на собственно гря наследники от базовых классов ну и я покажу на простом консольном приложении некоторое количество возможностей ну давайте начнем с того что у нас будет какой-нибудь давайте переключимся visual studio я расскажу подробно дальше давайте предположим что у меня есть какой-то проект в котором есть какие-то сообщения которые нужно отправлять пользователя эти сообщения могут быть разного типа и я например точно знаю какого типа они должны быть для того чтобы не быть голословным давайте создам папку messages и в этой папке ну давайте создам тоже какой-нибудь временный класс такой си шарповский мне собственно игре неважно как он называется я воспользуюсь сниппетами и давайте предположим что у меня есть вот такой вот класс message base и там есть время создания и какой-то контент ну или текст ну неважно то есть я хочу в какое-то время отправить какое-то сообщение какому-то пользователю там не знаю неважно куда и получается что у меня в какой-то момент времени начинает быть необходимым еще тип сообщений то есть у меня появляется тип который может быть или аккаунт да допустим там информация о профиле или баланс когда я там какие-то данные связанные с аккаунтом ну вернее данные связанные с финансовым положением там со счетом пользователя отправляя или какой-нибудь статус заказа например на самом деле это неважно и таким образом мне уже требуется вот здесь в этом классе который как бы у меня является базовый создать это свойство которое называется message type давайте его сейчас создам мы сочетая пусть она будет такого же типа и в общем то здесь у меня понимание уже приходит того что мне если отправляя сообщение с аккаунтом ну то мне нужно например какой-нибудь список полей которые были изменены у пользователя например ну к примеру говорю опять же я пытаюсь абстрагироваться если я начинаю делать отправлять вернее сообщения допустим с типом баланс мне нужно указать какую-то сумму если отправляя ордер то в общем то мне нужно чтобы уже уходил там номер ордера его допустим статус то есть начинает уже с эти самые сообщения каким-то образом разделяться на части другими словами мне нужно сделать несколько сообщений несколько типов сообщений но я могу основную информацию оставить в базовом классе далее что мне нужно сделать это собственно говоря сделать класс абстрактным но это еще пока не будет работать давайте я отсюда уберу этот тип чтобы он у меня не мешался и здесь вот таким вот образом нет это я закрою а вот этот вот переименую чтобы вам можно было найти в списке классов и так если я сделаю наследование от этого класса сделаю вот таким вот образом и назову его message допустим аккаунт ну то есть то что связано допустим с профилем пользователя смотрите у меня сейчас visual studio на самом деле ничего в общем то не предлагает сделать и это вот почему потому что если вместе абстрактный класс то все его наследники получает эти значения и у меня здесь как вы понимаете давайте покажу у меня здесь уже появляются те свойства которые то есть это вы все знаете но теперь в общем то пришло время реально воспользоваться плюсами вот этого самого абстракции до которые все шарфе ну реализуется при помощи модификатор абстракт и так я хочу чтобы у меня каждый наследник каждый наследник задавал конкретное значение месседжа то есть это у меня должно быть вот таким способом то есть я его не буду менять и все наследники от этого класса до обязаны создать тип то есть вот этот указать какой какого типа не является это теперь делается по-другому я теперь нажму и когда я напишу допустим здесь ну давайте вот так напишу аккаунт message ups у меня visual studio предлагает вернее не предлагает обязательно заставляет реализовать все абстрактные методы но вторым вариантом она предлагает ну вернее это решарпер предлагает но тут рояль они не не педалит вообще то есть либо сделать этот класс абстрактным и тогда ничего не нужно реализовать либо все-таки имплементировать то есть реализовать все вот эти необходимые его зависимости я сделаю публичным и теперь я могу собственно указать у какого типа у меня этот будет аккаунт в общем-то это понятно да другими словами теперь я могу сюда добавить те нужные допустим ну пусть будет dictionary до какой-нибудь дик шенери вот так вот ну допустим стринг пусть будет стринг типа кей вэлю и это будет допустим пропертиз ну какие-то пользовательские значения которые там пришли из аккаунта там из профиля пользователя неважно я опять же сейчас это все утрирую чтобы просто было понятно итак у меня первый тип и получился аккаунт message ну и соответственно я теперь могу продолжить это наследование и создать остальные методы которые остальные типы классов ну пусть это будет balance message ну и здесь по образу и подобию мне также заставит visual studio это все реализовать но я думаю что вы понимаете к чему я веду пусть это будет баланс двое . запятой и сделаю его также публичным я не буду сейчас делать вот таким образом как я показала просто скопирую напишу что это у меня теперь type будет не баланс какой там оставался ups оставался order статус ну и соответственно я вот таким вот хитрым способом order message статус ну таким образом получается что у меня вот таким такой реализации позволено как бы вот создавать такие зависимости более того смотрите если говорить дальше то можно вот эти вот все сообщения все типы сообщений которые вот я создал вот этот вот этот и вот этот их в общем то можно хранить в одной базе данных есть разные способы это использовать в одной таблице можно в разных таблицах все завид за от того как часто будете к ней обращаться сколько там будет записи то есть или использовать дискриминатор или в общем то каждую таблицу дело через map и то есть через join и показывать в одном списке если опять же это вам нужно то есть тут я вам уже не советчик тут нужно более предметно более глубже покупку поглубь погружаться предметную область прошу прощения немножко заговорился вот ну это вот как бы первый класс первый способ да и таким образом у меня если появится допустим дополнительные данные дополнительные какие там параметры которые нужно обрабатывать я могу здесь написать проб например еще какой-нибудь day time ну или давайте допустим булева значения там из нет из акцепты да то есть если пользователь ой неправильно писал если пользователь прочитал сообщение то есть он смахнул с экрана или там открыл почтовые сообщения не знаю как это работает неважно главное что у меня теперь у сообщение появилось значение что она прочитана и таким образом она появилась во всех собственно говоря сообщениях и это как бы в общем то позволяет решать достаточно серьезные проблемы когда у вас много разных классов типов они все разные и добавлять функционал приходится в одно место ладно другой вариант смотрите вот это работает примерно таким способом то есть так я когда знаю какие тип сообщений у меня есть я их реализую а потом от них наследуюсь и в зависимости от того где какие чего встречаются или докидываю их в абстрактный класс либо в общем то делаю наоборот в абстрактном классе делая они везде автоматически появляется во всех наследниках если же говорить про чистоту использования того или другого подхода то это абсолютно не имеет никакого смысла потому что все зависит от того если у вас изначально вся информация по задаче тогда вы можете максимально эффективно реализовать ее используя всякие абстракции виртуальности то есть так сказать а если у вас мало информации то вам приходится ну вот как как есть это сделать класс потом если потребуется сделать вынос функционала и сложность конечно во втором варианте она возрастает потому что иногда достаточно сложно ну нет наверное не буду говорить это сложно более проще сделать какие-то правильные выводы и сделать функционал построить архитектуру в конце концов приложения всегда проще если вас как больше есть информация если его мало то получается в общем то фигня ну и давайте сделаем какую-нибудь фигню ну на примере допустим у меня есть какой-то опросник то есть которым должны быть какие-то вопросы то есть quiz объединяет себе набор вопросов и мне теперь нужно создать в общем то собственно говоря сам вот этот question допустим так и называется question класс который называется соответственно question которым будет написано то на что нужно будет ответить пользователю да и здесь первое что приходит в голову это какое-то стринговое значение ну например текст вопроса и собственно говоря здесь еще могут быть дополнительные данные ну давайте пока про них не буду но хотя смотрите давайте сделаем так допустим у меня не просто должен пользователь пройти опрос а какое-то количество очков набрать да и я могу сказать вот так вот int и допустим ну скоро сколько пользователь наберет очков отвечая на этот вопрос соответственно правильно другими словами у меня вот этот функционал уже начинает обрастать каким-то дополнительными свойствами например мне потребуется еще какой-нибудь ну пусть будет int и какой-нибудь level да ну или булевого значения там сложный несложный или level обозначая конкретный уровень сложности или в конце концов и нам который будет level 1 level 2 до level 10 и в общем то я таким образом смогу какой-то вот построить набор от этих вопросов взять в пачку и пользователю дать он ответит в общем я думаю что вы поняли о чем я говорю ну другими словами вот эта фигня будет работать до тех пор пока я не захочу задавать вопросы другого типа например вопросы с картинками и тут подразумевается уже что мне нужно показывать не текст хотя конечно я могу в и сквельном варианте показывать текст а допустим url картинки хотя это может быть тоже текст но собственно говоря проблема начнутся на том уровне когда вы начнете рендерить эти самые квестчины ну например в html и и там нужно их обрабатывать по разному соответственно нужны новые типы таким образом у меня появляется уже необходимости вынеси определенного свойства текст какую-то абстракцию и ну давайте я вот так вот сделаю есть кнопочка рефакторить ну давайте я воспользуюсь visual studio вот рефактор this и экстракт ну допустим uppercase это resharper мне предлагает он функционал и вот он показывает что я хочу туда вынести я вынесу это туда ну опять же я не хочу делать это resharper я просто это сделаю вручную да и для этого мне нужно сделать класс который называется public abstract класс пусть будет называться question base и в него мне нужно вынести ну вот эти вот свойства то есть они должны быть всегда у всех вопросов которые я буду делать своей системе опросов если хотите ну вот каким-то вот таким вот образом и теперь мне нужно сделать унаследоваться раз от этого ups от этого базового класса сейчас пока он ничего не поменялось в общем что было так и осталось но все начинается самое интересное начинается сейчас когда я захочу другой тип вопроса сделать ну во первых этот мне нужно переименовать и я его хочу сделать вот таким вот это будет question text и соответственно для того чтобы не сделать другого наследника я могу создать другой класса наследоваться от него и сказать что это будет имидж и здесь у меня будет уже урл еще раз напоминаю что вот в данной концепции эти классы ничем не отличается но только смотрите вот я сейчас уже начинаю на в детали погружаться но для того чтобы доказать что это разные классы я сделал такое я сделаю паблик метод и сделаю его абстрактным и скажу рендер и в общем то это будет метод который будет возвращать стринг ну html стринг в данности смотрите у меня сразу во всех классах появилась необходимость реализации этого метода обязательно потому что он уже как бы есть базовом классе модификатор абстракт показывает что обязательно должен переопределен быть в том классе от которого был наследник но я пойду немножко другим путем путем и смотрите я сделала не абстрактным виртуальным виртуальный говорит о том что реализация есть в базовом классе и я могу здесь написать вот такую штуку написать return она у меня здесь нету текста нет не получится не продумал я до конца ладно оставим как было если интересно потом расскажу почему так не получится вернее если интересно могу показать как сделать вот эту базовую реализацию базовом классе что для этого нужно и в общем абстрагируемся от нее и сделаем следующий вариант мы имплементируем все абстрактные классы в каждом из классов ну во первых здесь я могу написать return какой-нибудь ну допустим я хочу это рендерить ну в какой-нибудь там div давайте вот так сделаем по привычке напишу я хочу сделать какой-нибудь там div контейнер и у него чтобы был ну допустим класс упс не попал чтобы он был какой-нибудь там карт какой-нибудь или там question неважно и сюда добавить соответственно вот этот вот текст то есть текст будет отображаться на странице там специальным образом если я допустим использую какую-нибудь картинку то я соответственно должен это уже сделать в другой тег ну и даже наверное вот таким вот ой вот таким вот образом и здесь у меня уже будет не текст url по моему до url да вот он и в общем здесь не нужно прописать как раз вот этот вот рев атрибут и указать вот этот самый уровень ну это один из вариантов в общем я не претендую на аутентичность то есть можете реализовать как хотите я пытаюсь показать базовые штуки ну и это собственно говоря только начало дальше у меня появляется видео какой-нибудь вопрос котором может быть допустим смотрите здесь просто увидел поменяется рендеринг но есть вопрос который может быть иметь там несколько вариантов ответов да здесь в качестве ответа вообще ничего не подразумевается то есть это можно сделать составной частью но это уже другие абстракции другие задачи я про то что если мне сделать класс у которого должно быть то есть если мне сделать костин в котором должно быть там определенное количество ответов возвращаясь к игре кто хочет стать миллионеров их там всегда четыре и таким образом можно это расширять в общем-то до потери пульса если хотите то есть если оперировать классами абстрактными классами в то можно функционал выносить в базовый класс тем самым передавая его всем наследникам можно часть реализации переносить в классе наследники ну если говорить про допустим опять же виртуальные допустим методы ну если предположить что у меня есть какой-нибудь public virtual метод который будет ну допустим возвращать инт и будет говорить то есть что я хочу сделать я хочу чтобы у меня был ну допустим допустим булева значения пусть будет которая будет возвращать аллоу какой-нибудь чё там help ну какая-нибудь подсказка чтобы выдавалась и по умолчанию ну это будет return true вот и то есть на все вопросы могут быть подсказки но допустим я вот в этом уровень вопросе или его вот опять же да вот так вот я нажму скажу сделать класс другой пусть это будет какой-нибудь ну спешил какой-нибудь класс упс который нельзя иметь подсказку то есть рендер у меня будет работать по такому же принципу какой нибудь там тоже див ну давайте сделаем просто там уже будет другой класс вот таким вот образом здесь будет ну пусть также будет спешил вот а здесь будет не текст соответственно ну да здесь у нас текст ну смотрите здесь у меня уже начинается повторение текст 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 и я могу сделать другой базовый класс ну давайте покажу на самом деле это несложно вот смотрите у меня есть тут вот свойство текст текст и у меня появляется уже такой класс в котором есть два одинаковых текста и у меня есть question base и я могу пойти дальше я могу сделать такую штуку я могу сказать что у меня question base вот этот вот самый может быть я от него сейчас вот так вот у нас лет question base давайте назовем question текст base ну у меня просто мой личный naming convention который говорит что если у тебя базовый класс если у меня базовый класс я обычно приписываю в конце base чтобы опять же было видно и понятно что он базовый что название было что он абстрактный то есть нельзя его создавать он ну это мое личное предпочтение вы собственно говоря используйте как хотите и смотрите у меня автоматически сделалась реализация но я могу и убрать и сказать что у меня этот базовый класс тоже будет абстрактным но теперь у него еще будет реализация вот этого вот текста то есть свойства текст и я могу теперь сказать что у меня special текст наследован от бейза и у меня здесь все появилось и соответственно простой question текст тоже унаследован от текст бейс и в общем то в общем как вы видите все заработал то есть количество абстракции рояля не играет то есть не имеет значения поэтому еще раз повторюсь что говорил в предыдущем видео если у вас абстрактные классы как вот этот и вот этот наследуется друг от друга то вы не обязаны реализовывать все абстрактные методы а если класс является наследником и не является абстрактным то вы обязаны реализовать собственно говоря все его абстрактные члены ну как бы это грубо не звучало и вот вот такого вот видео я хотел вам наверное показать ну и в общем что хотел добавить если я сделал virtual класс а у хелп или там я хотел в этом базовом классе где special вот здесь сделать оверайт чтобы мне здесь никогда не было подсказки то есть алло хелп я хотел вернуть ну давайте по модному напишу вот таким вот образом false а нет он специальный то есть он наоборот требует по это подсказки то есть на нем можно выдавать ну и соответственно на на фронт-энде это уже обрабатывать каким-то образом может быть показать кнопку или допустим если у меня текстовой вопрос его наследован от этого то и есть у меня аллоу тогда я должен реализовать еще и какого типа подсказку должен показать пользователю по нажатию то кнопки в общем объекты имеют значение управлять объектами на самом деле легко и просто в общем то если все положительно на жизненный реалии все складывается в идеальную картинку самое главное что не нужно доказывать и объяснять законы физики химии которые в природе существуют то есть если есть у собаки ноги то значит у нее в классе должны быть ноги если их 4 то значит их должно быть 4 ну и какой-нибудь аллоу файв лекс но это уже на стороне того кто вам поставил техническое задание ну в общем то на этом наверное все ребята я думаю что как-то я вот объяснил некоторым вопросам были некоторые нюансы в предыдущих видео про абстракции про управлениями если есть вопросы пишите мы эту серию продолжим может быть какие-то предложите свои варианты сущностей которые нужно так или иначе реализовать реализовать конечно не буду но подсказки во всяком случае могу дать и на этом наверно все всего доброго и до свидания пишите правильный код и и и и и